Многократные жалобы жителей города на бездействие управления торговлей заставили Центр защиты Одесситов обратить внимание на работу этой структуры. Руководитель общественной организации Егор Прокопчук, известный правозащитник Алексея Сауленко и вся команда Центра защиты Одесситов совместно с представителями Центра защиты бизнеса и возмущенными предпринимателями посетили в приемный день здание управления, чтобы призвать чиновников наконец заняться своими непосредственными обязанностями, вместо того, чтобы брать взятки и вставлять палки в колеса бизнесу. На входе в управление посетители встречают решетка и охранник, препятствующие свободному проходу в здание. На каком основании сегодня это управление закрывается от одесситов? На каком основании устанавливаются три решетки и не допускаются? Когда наш губернатор заявляет о том, что все процедуры станут прозрачными, у нас стеклянные офисы, вот ровно после прихода нового губернатора появилась третья решетка. То есть вот ответ на ваши слова, Михаил Саакашвили. Просто-напросто появилась третья решетка после ваших слов о доступности для бизнеса и для входа в одессу. Однако посетителям все же удается прорвать оборону и попасть внутрь управления. Директор в приведе гостей невозмутимо прячет дорогой телефон Верту. Благодаря наличию множества камер наблюдения его трудно застать врасплох. А вот отвечать на неудобные вопросы Сергею Машьянову сложнее. Вы отказались принять совет предпринимателей, который пришел к вам с заявлениями и жалобами предпринимателей. Ваш секретарь отказался представиться, называть свое имя, фамилию. То есть вот такое отношение, это просто стандартное отношение управления торговли старой, либо сегодня управления служившего рынка и розыску справа с проживающих. То, кто сегодня представится сотрудником данного управления, является физически тяжело. И это касается не только вашего заместителя. Далее, сегодня к вам пришли предприниматели, потому что те жалобы и тот пик коррумпированности, который сегодня возник в этом управлении, достиг массовости и эпогея. Если сегодня правозащитные организации не принимаются в данном кабинете, как обычный предприниматель, обыватель, либо одессит может попасть к чиновнику и изложить свою проблематику? Как сегодня? Центр защиты одесситов тоже неоднократно обращался в управление с требованием пресечь незаконную торговлю алкоголем в так называемых наливайках. Целый список из 130 таких точек мы передали еще весной, но получили только формальный ответ. И реакция чиновников на заявление оказалась крайне вялой. Это ваш ответ. Вы говорите, что их нельзя проверять, они вам не предоставляют документы. По каждому из этих объектов заведем ЕРДР. Я и в милицию такие же дал. То есть вы имеете право их проверять? Мы действительно не можем проверять. То есть мы можем подпись спросить, если нам говорят, идите отсюда, то мы просто идем. Что, что касается... Вы даже смотрите, что вы поставили на снос 10 штук по первому, на это у меня еще нет ответа, но они еще не сносятся. Мы можем за секунду снести. Решение есть, это за секунду рассчитывается. Решение есть, если мы украли этого. Мы его точно осмотрим. Это же никакие мелкие проблемы. Это реально проблема, которая отравляет весь район вокруг себя. Решение не заставило. Давайте хотя бы одну неделю, я не знаю, хоть так, если все нельзя. Давайте, оставьте свой телефон, мы будем вас привлекать, вы нам будете помогать, ексносим. Да я с удовольствием. Давайте, когда вы приходите на себя наливаете, огрубнится вот примерно такое же сообщество, только уже с той стороны. Что же говорят, люди, опять же, где тут, может, я сейчас буду, люди 10 лет стоят, а вы их сносите. Хорошо. И наливаю, да, честно стою и наливаю. Поэтому, и вот, давайте. Значит, одних вы слушаете, а других вы не слушаете. Наливает, вы слушаете, как вы игодно. Наливает, вы слушаете, а нормально вы слушаете. Да, у меня такая колбочка слушается. Да, да, да. Даже кто бред. А решение вы решаете, нет? Давление общественников и предпринимателей заставило чиновника пообещать прислушать таких требованиям. И приступить, наконец, к деятельности. Объяснить причины отсутствия, которые Сергей Машьянов так толком и не смог. Объясняют тем, что нет денег на демонтаж. Но получается, что на демонтаж одних объектов деньги есть, на демонтаж других объектов денег нет. Вопрос, как выставляется приоритет, тоже непонятно. По результату договорились о том, что хотя бы раз в неделю будем сносить совместно с управлением торговли по одной наливайке. Ну, посмотрим, как начальство и руководство управления торговли выполнит свои обещания. А у входа в управление все это время покорно ожидали результаты переговоров лошади. По милости чиновников, их и их хозяев лишили заработка. Каждое лето эти лошадки катали одесситы в гостей города. А сейчас фирма никак не может получить разрешение на работу. Предприниматели в отчаянии. Туристический сезон может закончиться раньше, чем будут пройдены все бюрократические припоны. Мы рассказываем людям экскурсии, катаем туристов, доставляем их по разным местам, по отелям. То есть мы, как визитная карточка города, везде есть кареты. По Европе везде есть кареты, правильно? Вот. В этом году нам разрешение не дают. Говорят, мы не знаем, как вы. Постоянно оттягивают. Ну, потом решим, мы не знаем, как вас регистрировать. Разделили наше прошение на два, на торговлю и на транспортные. Вот. И вот мы ходим, мечемся вот уже полсезона, мечемся. Мы не знаем, как получить разрешение. Потому что на Приморский бульвар нас не пускают. На Дерибасовскую нас не пускают. Договорились мы как. Он взял мой номер телефона. Сказал, что через неделю подойти. Вроде должны будут все решить. Центр защиты одесситов надеется, что личное общение с одесситами заставит чиновников управления торговли наконец вспомнить о необходимости работать. Мы проследим, чтобы обещания, данные в этот день директорам, были выполнены. Очередная жалоба по телефону нашей горячей линии на отвратительное поведение и хамство водителя маршрутки заставила команду Центра защиты одесситов отправиться на транспортное предприятие, обслуживающее 191 маршрут. Именно в автобусе этого маршрута отказались бесплатно обслужить инвалида. Моя жена показала удостоверение инвалида второй группы пожизненно и попросила водителя выпустить. Он отказался выпускать и меня не выпускал, хоть я уплатил за проезд. Провез две остановки, людей вообще не выпускал. Он начал ругаться там, нецензурно, говорит, я не выпущу, все, нельзя ездить по удостоверению. Я такого незакона не знаю, все, платите деньги. Это просто люди уже начали поднимать. Ну, скандал, что он две остановки не выпускал людей. Вот это он откроет, мы вышли. В составе в жалобу правозащитник Алексей Асауленко отправился на поиски АТП киностудии, где, по идее, должен работать провинившийся водитель. На городском сайте указан адрес предприятия – Одесская киностудия. Но на месте выясняется, что ни о каком АТП никто ничего не знает. Перевозчика здесь нет и не было. Приложив некоторые усилия, команда Центра защиты Одесситы все же нашла настоящий офис перевозчика. Но тут мы выяснили, что на самом деле 191-й маршрут обслуживает сразу два предприятия. И автобус, которым обидели инвалида, принадлежит другой компании. Это что за машина? Автосель. А где они находятся? Вот это. Я так понимаю, что может быть и другое. Как они называются, коммунальные предприятия? Одесса Горэлектротранспорт. Следующий адрес уже третий, по которому пришлось бы идти пожилому больному человеку, если бы не Центр защиты Одесситов. Коммунальное предприятие Горэлектротранс посетителю найти легко, а вот попасть внутрь уже сложнее. Калитка заперта. Можно кого-то или пригласить, или нас пустить? Жалобу хотели бы подать на водителя маршрутного такси, 191-го маршрута. Это же трамвайное другое. Ну, сказали, что тут есть часть, которая обслуживается. Неизвестно, почему руководство КП надежно прячется от посетителей, пытаясь выдать транспортное предприятие за режимный объект. Человек, который хочет подать заявление, должен спокойно зайти и подать заявление. А у вас как вообще задает доступ на территорию? У вас режимный объект? Да, у нас режимный объект. Я, честно говоря, в списке режимных объектов в Горэлектротранс не разумеет его. Ну, обратите внимание, пожалуйста. Это не смешно вообще. Ну, что сомневаюсь. Если что-то, что вы говорите, давайте я иду в историю. Тем не менее, мы находим кабинет руководителя КП, где Алексей Асауленко наконец может передать жалобу одесситов. Женщина на лимбаркологии показала удостоверение. Ей находили, провезли лишние две остановки. Она пришла сюда в жалобу, потому что вас надо найти и непонятно, куда нужно обращаться. В этом раз у нас не найдется бездей, с номера телефонов. Мы потратили несколько дней, чтобы вас найти. Простойчиво или непонятно, как должен искать вашего подачи. Номера телефонов есть в капли. Нет, просто очень часто люди не верят, что можно позвонить и что-то будет сделано. Поэтому люди... Это будет запись. Люди звонят уже к нам и жалуются на маршрут. Ну вот нам никто не писал, но... Но может именно по этому никто и не писал? По этому моменту никто, потому что все жалобы, я смотрю сам лично, это идут через меня. Это расписываю его для заместителя, который непосредственно с каждым заявителем общается. Вот поэтому и по этой жалобе... Я вижу у заместителя, что он не очень рад посетить. Я тоже. Ну это... Это... Слышно. По этой жалобе вынесите, я не понял. Разберитесь с женщиной, если стыкуетесь... А это по поводу водителя, если факт подтвердится, то выговор совсем не вытекаешь. Это будет приказ по предприятию, да? Да. В конце беседы директор заверил, разберется с подчиненными в кратчайшие сроки и буквально на второй день сообщит о результатах, как именно наказан водитель. Однако спустя полторы недели после этого разговора никаких ответов мы не получили. Ни приказа по предприятию, который обещал показать Дмитрий Жеман, ни другой официальной информации от Горэлектротранса. Но Центр защиты Одесситов добьется, чтобы нарушитель был все-таки наказан по закону. А остальные водители маршруток всегда вели себя вежливо и неукоснительно соблюдали правила перевозок. Отсутствие ответа Горэлектротранса лишь подтверждает тот факт, что они не способны и адекватно реагировать на такие заявления. Либо их водитель просто официально не устроен. Мы продолжаем разбираться с этой ситуацией.